здравствуйте здравствуйте я благодарю сегодня вы нашли время в своем плотном графике и вышли с нами на прямой эфир и чтобы ответить на несколько вопросов которые очень сильно интересует вас с вашего позволения все-таки начну вот смотрите говоря о выборах в соединенных штатах в первую очередь стоит вопрос о дальнейших судьбе простых граждан америка другими же словами многим интересно как итоги выборов отразятся в повседневной жизни граждан америки это это сложный вопрос потому что граждане в америке занимают разные страты политические разные страты экономические и у всех это может быть по-разному дальнейшие пути пока что мы видим мы видим что начались политические гонения на сторонников трампа мы видим очень много арестов мы видим много предъявленных обвинений чем это все кончится пока мы не знаем возможно люди не пострадают очень сильно но обещают для некоторых 15-20 лет лишения свободы но это связано со штурмом капитолия 6 января вопрос только в том что понимаете 6 января была группа очевидных провокаторов ну или по крайней мере горячих голов которые силы прорвались внутрь капитолия но 200 250 человек просто пошли за ними из любопытства скорее посмотреть что там происходит они были как на экскурсии ходили селфи снимали или там трансляции на своих блогах но что-то в этом роде рассматривали исторические интерьеры но была группа которая действительно хулиганила которая действительно производила беспорядок но такое впечатление что всех под одну греганку метод и вообще общее впечатление от того что происходит это запреты вернее на закрытие гантов сторонником трампа не только близким из его команды но еще там тысячи людей просто его сторонников другие другая социальная казнь если можно так сказать но многие компании готовы отказывать в аренде жилья в банковских услугах посадки на самолетную и так далее то есть нормальный жизнь то есть для этих людей я не знаю как это все будет наверное отзовется очень даже неважно присутствие байдена белом доме для других вероятно это будет большим благом но например байден уже подписал указы которые ну как бы предполагают дальнейшие бонусы и преференции меньшинствам но в первую очередь конечно афроамериканцы азиатам скорее теми же все бонусы не нужны потому что они сами прекрасно справляются одни занимают первые места среди всех раз я имею ввиду китайцы филиппинцы между прочим занимают занимает первые места и в образовании наибольшее количество дипломов и в доходах таким образом в основном это все нацелено на афроамериканцев очень по-разному все будет происходить все зависит от того по какую сторону баррикад вы находитесь так что посмотрим как это все будет происходить как бы вы сами охарактеризовали реакцию сторонников на результат выборов мы сейчас будем говорить о штурме фитболия вы знаете я вот что вам скажу я не берусь оценивать результаты выборов это очень сложный вопрос просто надо видеть документы надо видеть самому до изучать эти документы потому что если вы читаете заявление сторонников трампа у вас может сложиться полное впечатление что действительно все выборы под тасов если вы читаете заявление демократов поддерживающих байдена то получается что все суды отвергли практически все иски за исключением там одного но не очень значительно верховный суд вообще отказался рассматривать понимаете это очень сложный вопрос него надо серьезно вникать поэтому я не публичные оценки стараюсь не делать мое ощущение что было очень много ну необычных вещей уж голосование по почте в таком объеме в таком масштабе происходит впервые и можно предположить что даже не желая того даже не желая того наверняка там были всякие неучтенные голоса или ну в общем у меня нет впечатления внутреннюю что выборы были чистыми но я повторяю я не берусь сделать публичное заявление и настаивать на тех или иных выводах а как бы вы сами охарактеризовали байдена и трампа ну мое отношение к трампу как личности сугубо отрицательное это человек с очень тяжелым характером его склонность самолюбование он абсолютно нарцисс не вызывает симпатий он очень больно обращается с фактами но опять-таки он из другой среды пришел из той среды где это в общем не так существенно как из политической среды если бы он был он волонтарист по своему характеру но и так дальше у него очень много отрицательных черт он групп он циничен мне лично это не всем не симпатично но как президент на мой взгляд он был чрезвычайно эффективен он сделал очень много с моей точки зрения полезного для соединенных штатов он в общем то был реформатор не все реформа ему удались не все у него получилось но то сопротивление которое оказывали ему практически ну я не знаю вся система она боролась против трампа с первого с первого дня его президент даже до начала его президентства на стадии предвыборной борьбы и суметь преодолеть все это это конечно стоит отметить не всякого сомнения и в этих условиях он все равно ухитрился очень многое сделать это прежде всего экономическая реформа он изменил систему налогообложения которая дала колоссальный импульс развитию экономики он уничтожил очень многие рогатки которые стояли на развитии малого и среднего бизнеса например он его указом он вел правило что любое ведомство любое госучреждение которое вводит новое правило должно ликвидировать два старых правила это обуздавало бюрократию очень сильно ну и так далее очень много экономических шагов которые он в экономике совершил очень полезных для страны он провел замечательную судебную реформу он провел не до конца правило реформу иммиграционную но очень многие из его шагов но помогли ограничить резко ограничить нелегальную иммиграцию и уменьшить в определенной степени иммиграцию легальную которая но если вот то что сейчас делает байден он сейчас отменять все вот эти вот приказы трампа но это все грозит демографическим серьезным сдвигом кстати говоря в пользу демократической партии значит демография будет играть для надим грана тем партию и вот это то что сейчас делает байден но это очень рискованные шаги потому что объяснить социокультурным ландшафт соединенных штатов очень серьезно не может привести к очень серьезным последствиям вплоть ну если не гражданской войны то по крайней мере очень серьезного противостояния ну и так далее в общем трамп сделал очень много полезного вне всякого сравнения были ошибки да было много ошибок это все было он неоднозначный президент но то что его сейчас пыли растирают и будут растирать конечно на мой взгляд это несправедливо а вот скажите пожалуйста все таки нас больше интересует как же победа байдена скажется на азербайджане саму и в регионе нужного кавказа в целом будет ли по вашему администрация байдена проводить в регионе прагматично основанную на выгод политику ну насколько я понимаю не азербайджан не армения уж очень сильно не интересовали администрацию обама и администрацию тем более администрацию трампа ну в общем это на периферии было украина до была на первом плане у администрации обама и я думаю что она опять станет на 1 плану администрации под что касается вашего региона региона закавказе Мне кажется, что поскольку конфронтация между Россией и Америкой может усиливаться, это вполне возможно такое развитие, и даже вероятно, ваш регион может войти в сферу интересов Госдепартамента с точки зрения противостояния России. И могут совершаться какие-то действия со стороны Соединенных Штатов, которые будут усиливать, вернее так, могут совершаться действия со стороны Госдепартамента, которые будут работать на отрыв, по крайней мере, Азербайджана от России. Вот это может быть. Это могут быть дипломатические усилия, возможно, даже вплоть до каких-то провокаций. Я все это допускаю. Но хочу ошибаться, вашему региону и так досталось всего достаточно. Я не уверен, что так будет, потому что отношения между Россией и Соединенными Штатами я не вижу пути для улучшения, скорее наоборот. Известно, что для предыдущих президентов Соединенных Штатов Обама и Трамп ключевым кавказским партнером все-таки была Грузия. Соединенные Штаты сделали встану немало долгосрочных вложений. Азербайджан и Армения все-таки из-за неразрешимости карабахской такой проблемы мало интересовали Соединенные Штаты в плане долгосрочных вложений. Однако сейчас уже частично карабахский вопрос все-таки разрешен, так можно сказать. И Азербайджан вернул все-таки большую часть территории себе, своей же территории. А вот Соединенные Штаты победу на выборы одержал Джоран Байден там. Исходя вот из этого, все-таки появится ли у Азербайджана шансы стать ключевым партнером Соединенных Штатов в регионе? Может ли быть такое? Ну, это зависит будет от руководства Азербайджана. Ну, если у Азербайджана есть план стать ключевым партнером Соединенных Штатов в регионе, то, наверное, Соединенные Штаты не будут от этого отказываться. Им нужны партнеры вокруг границ с Россией. И Азербайджан, безусловно, может стать. Я не знаю, насколько это... как Россия к этому отнесется. Я думаю, скорее всего, очень отрицательно. И это повлияет на отношения с Россией. И нужно ли это Азербайджану? Вот это вот я сомневаюсь. Потому что мы соседи, и очень много зависит положение дела в вашем регионе от отношений России и Азербайджана. И хорошие отношения, дружеские отношения, как это было до сих пор, собственно, позволили решить, ну, хоть в какой-то степени, проблему Нагорного Карабаха. Если Азербайджан пойдет по пути более тесных отношений с Америкой, это, безусловно, отразится на отношениях с Россией, я не уверен, что для региона это будет лучший шаг. Я не уверен. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Что вы все-таки хотели показать своим фильмам накануне? Я просто хотел рассказать о том, что происходит в Америке. Какое я увидел Америку, вот когда я туда приехал. Но потом, поскольку я не смог доснять фильм из-за пандемии, уже приходилось снимать дистанционно, но уже события вообще резко изменились к тому моменту, потому что я снимал весной, а летом произошли все вот эти вот беспорядки. И, собственно говоря, летом мы увидели окончательную победу культурной революции, которую провели, в общем-то, левые в больших городах. Так она коснулась именно больших населенных, в основном, либеральной публикой, публика либеральных взглядов, которые восприняли вот эту левую повестку. И то, что вот в моем фильме было, ну вот это результат вот этой левой повестки, вот то, что она собой представляет. Михаил Академович, спасибо вам большое, что вы сегодня вишите в прямой эфир и станете действительно ответить на все вопросы. Все четко и ясно. Огромное вам спасибо. Благодарю вас. Спасибо. До свидания. До свидания. Всех ночей.